Буквально два дня назад был на одной стрелке. Ребята попросили поприсутствовать, помочь. Стрелка одной финской компании, но одного финна, который руководит неким производством в Финляндии, и одного российского товарища, который у этого предприятия закупает товар в Россию. Там возникли терки, возникли тупиковые недопонимания друг к другу, и россиянин приехал, чтобы просто поговорить, и попросил меня присутствовать, чтобы как-то сгладить углы, как-то прояснить некие вопросы. Потом я остался с этим финном один на один, просто мы посидели, кофе попили, ну и разговорились, и вот я вам в двух словах расскажу, что он мне поведал. На самом деле это в том числе ключ к пониманию, почему в России многие товары либо дороже, чем в Европе, либо стоят так же, но состав их и качество хуже, чем в Европе. Первое, что сказал Финн, он сказал, что одно время он дался за рог не работать с Россией, вообще не работать, это было в 2007 году, тогда еще был кризис. За рог он дал потому, что работать с Россией у него не получалось, то есть получалось с большими проблемами, с большими нервами, он говорит, заработал себе гипертонию на России. И где-то год назад он все-таки решил опять начать работать с Россией, в связи с чем? В связи с тем, что в Европе идет падение спроса, богатых людей становится все меньше, денег, в общем-то, на усилении меньше, и, соответственно, спрос тоже на его товары меньше. Поэтому он опять обратил свой взор на Россию и начал продавать в Россию. Значит, первое, что он мне сказал, что цена для России выше, причем значительно выше, чем цена для европейского рынка. Ну, почему это происходит так? Вот тут он мне рассказал, как у меня строится бизнес с финнами. Финн высылает запрос, менеджер по продажам высылает ему табличку с ценами, в ответ финн отправляет заявку, и менеджер по отгрузкам выставляет счет и отгружает товар. Все это занимает, в общем-то, говорит, ну, считанные секунды. Не требует внимания. По российскому клиенту неделю он ломает мозг менеджера по продажам. Через неделю хорошо, если он все-таки соглашается что-то купить. Огромное количество российских клиентов, после того, как они неделю, две, три сломывают весь мозг у менеджера по продажам, просто исчезают. Просто исчезают, их нет, не видно, непонятно, зачем столько времени они отнимали. Значит, если они не исчезают, они удавливают менеджера максимально по скидкам. Просто максимально. После этого дело переходит к отделу отгрузки, и там продолжается то же самое головотяпство, что и с отделом продаж. Значит, неделю обсуждается инвойс, неделю обсуждается план отгрузки, после этого месяц обсуждаются коррекционные какие-то моменты в плане отгрузок, давайте возьмем это, давайте это вычеркнем. Вот. После этого, когда уже готов инвойс, и надо платить, значит, россияне платят еще месяц, при этом они опять начинают менять заказ, при этом они опять связывают с менеджером по продажам и требуют какие-то дополнительные скидки, в связи с тем, что им не хватает денег оплатить вот этот заказ полностью. После этого, когда все уже согласовано и деньги получены, идет две недели обсуждения сроков подачи машины и сроков загрузки машины. При этом три или четыре раза заявляется машина, которая будет подаваться на загрузку, три или четыре раза отдел отгрузки оформляет все документы, и три или четыре раза машина просто не приезжает. В результате он говорит, что он принял решение просто поднять цену на 50% для российских клиентов, потому что он говорит, что 50% он поднимает, из этих 50% половинка это будет скидка, которую россияне требуют, а вторая половинка это будет компенсация за порожняки, которые гоняет отдел продаж и отдел отгрузок, потому что зарплату он им все равно должен платить. Он сказал, что многие финны пошли еще по второму пути, так как россияне удавливают по цене, то они, соответственно, часть продукции, которая идет для России, удешевляют по всем возможным параметрам. Соответственно, в состав входят самые дешевые компоненты. Наверное, это вот и тот и есть ответ на ваш вопрос, почему в России все дороже, и почему по составу в России тот же самый шоколад швейцарский уступает по качеству тому же, что продается в Финляндии. Продолжение следует...